А помните, у меня на канале было несколько роликов с участием Ивана. Это молодой парень, который ходил по магазинам, и на него там вызывали полицию. Ну, помните, там страшанина такая очень интересная. Иван получил водительское удостоверение, стал водителем, и теперь имеет прекрасную возможность общаться с нашими доблестными полицейскими уже в качестве водителя. Вот у него произошел инцидент с полицейскими, он мне сбросил видео. Я сначала думал, как его там резать частями, еще что-то. Но решил так. Сначала я вам покажу полностью, без каких-либо моих комментариев, что там происходило. А потом во второй части я уже дам свои комментарии и расскажу, куда это нас вообще завело. Так что приятного просмотра. И один маленький кусочек я там вырезал, там были персональные данные Ивана. Так что, чтобы не было вопросов, что же я там вырезал. Вырезал персональные данные Ивана. Приятного просмотра и до встречи во второй части. Иван, привет! Ну, у вас не работает фара. Устраните, да. Что вы меня остановили? Это в каком пункте для основки написано? Покажите, пожалуйста, ознакомьте. С чем? Что с этой статьей? Вы же меня остановили, чего-то? Ну, открывайте интернет. Нет, вы меня ознакомьте. Вы меня остановили, вы мне предъявляете какую-то статью. А почему у вас в пустом узнаем? Ну. Нет, покажите мне эту статью, где написано, что вы мне должны установить. Ну, я за ним показываю. Такого нет, такого пункта, остановки нет. Правонтерна деяльность. В плане правонтерна деяльность. Давайте откроем статью. Открываем. Какая статья? Ваша машина. Моя машина. Посмотрите по нашему. Что вы ее угнали? Я ее не угнал. Ну, так покажи документы, ете дальше по своим делам. У вас не работает фара. Что там заглядываете? Хотите что найти? Закон Украины. Про национальную полицию. Сейчас, про полицию. Про национальную полицию. Полиция осматривает, они заглядывают. Окей. Очень хорошо. Что вы говорите? Я буду с кем-то не говорить, хорошо? Я сам заучаюсь. Пожалуйста, не invisible глаза мне. Я свечу в транспортное заседание. Вы не свечу вас в глаза. Хорошо. Закон Украины про полицию. Про национальную полицию. Сейчас. Сейчас. А найти ещё? Заволокоризонтик. Я понимаю. Ищу. Продают, конечно, я не хочу её покупать. Так. Статья какая именно? Про Гантельное деятельность. Найдите, пожалуйста. Ну что, вам же называли. Не, ну вот, я ещё не вижу здесь. Ну вот, что означает, что он так и разен. Заволоковая на площадке. Прямо ты на деятельность? Я не вижу. Я не знаю, в какое оно находится разделение. Не, есть причин... Роздил четвертый. Роздил... Четвертый. Роздил четвертый. Вижу, да, знаю. Ущиц. Какая вам разница? Основник вам на важене полиции. Почитай, ну... Ну, одиннадцатый был, потому что четатого раза. Регулирует дорожнюю руку и действительный контроль. Затривание правил дорожнюю руку и его участникам. Это право именилище эксплуатации и транспортной зацией и уличной дорожней марши. Действительный запр... Ну, да, да. Ну, так какой пункт правил я нарушил? Там вы где-то видели порушение правил дорожнюю руку? Ну, вы действительны контроль? Подавились на меня? Нет. Нет, есть причина остановки. Причины остановки полиции. Украина. Моя машина. Зачем? Что вы хотите там увидеть? Я могу окно ему открыть. Я вам могу окно открыть, можете посмотреть. Здесь ничего такого незаконного не везется, можете не переживать. Я закрою окно. Заверите, пожалуйста. Зачем? Не, нужно вам руку не прищемить. У меня времени, честно говоря, много. Я спать еще не собираюсь. Поэтому... Хорошо. Секунду. Можно я выйду? Без проблем, да. Закон Украины про национальную полицию. Включись. Не отключал. Кто? 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 У меня есть с собой, видите? Ну, да. Я хочу просто, чтобы вы мне показали причину. Представите статья. Причина зупинки. Это 35-ая же. 35-ая. О, 35-ая статья, видите? Так. Зупинение транспортного засоба. Полицейский может запинять транспортный засоб в УРАЗе. Если водитель порушит правила дорожного движения. Порушил. Я спрашиваю, порушил? Нет? Я вимкнул сигнал поворота, когда повертал направление. Потом вимкнул, когда левише. У меня есть видеорегистратор, который все пишет. А он записывает, что вы включили сигнал. По звуку слышно. И видно этот. И ночью видно. Ну так, покажите мне запись, пожалуйста, если меня в чем-то обвиняете. Покажите запись. Я вам ничего не должен, вы меня обвиняете. Есть 62-ая статья Конституции. Так. Еще и очевиднее. 62-ая? Презумпция невиновности. 62-ая. 63-я это могу в процессе выносить. Да. Вы себя ведете и не подобаетесь. Нет, подождите. У вас не работает фара. Вы создаете аварийную ситуацию на дороге. То есть, потому что я вас не видел. Это аварийная ситуация на дороге. Ну, вы едете, я вас не вижу. Я мог бы случайно въехать. Значит, вы плохо видите. Ну, у вас фара не работает. Правил 2-3-2 говорит о чем. Вы должны быть внимательны. Вы перед тем, я выехал и посмотрел. Ну, сейчас не говорит. Я не держава. У вас есть противотуманки. Включите, пожалуйста. Давайте я буду с вами в час тогда. Правила в дорожнюю руку не вказано про правую фару ближнее светло. Не вказано. Хорошо, договорились. Давайте я с кем-то другим буду общаться. Одним. Сгідно чинного законодавства. А вы мне сгідно ютуба рассказываете. Я вам говорю сгідно чинного законодавства. Вас допинили переверить на правомирных скрестуваниях транспортного засобу. 23 статя. Открыйте 23 статю. Вы аварийку теките сейчас. А вы включили, а она вообще не горит. Ребята, вы сейчас вздеваетесь надо мной? Давайте будем смотреть за собой, а не за мной. Вот так. Дивите. И дальше. Вы накаляете ситуацию. Вы уже поехали по твоим справам. Я просто не люблю просто так показывать документы на свой автомобиль. Если вы посмотрите на него, я не думаю. Так. Посмотрите на мой номер. И посверьте ВИН-код. Так. Если я чего-нибудь не знаю. А я верю. Но у вас повинен быть документ. И доступ к регистрационному транспортному засобу. В каком номерах? Посмотрите, пожалуйста. Там будет написано что-то. Можливо вы их крали. Можливо вот этот дубликат. Транспортного засобу. Все возможно. Согласен. Но вы не эксперт. Я не эксперт. Поэтому я не могу это сказать. Нет. Так этих паспорт можно поделать. Ладно. Давайте читайте все причины остановки. Я не знаю каких паспорт. Я знаю. Давайте свидетельствовать. Хорошо. Договоримся. Предъявлю, когда вы мне скажете про верность этой Транспортного засобу. Я уже пять раз повторю. Так. Я еще сегодня в знак хочу свитить про техническое исправление транспортного засобу. Машина ездила. Все нормально. Все светилось. Причина остановки есть. Вот. Статья 35. Западный транспортного засобу. Статью 23 вы игнорируете, да? Подождите. 23-я статья. Причем она здесь? Не важно. Сейчас откроем. Повноважение полиции. Полиция. Відповідно до покладных на ней завданий. Действие. Превентивная и профилактическая дияльность. Прямована на обеспечении правопорушений. Виявляет причины та умовы, что сприяют чинению криминальных и административных правопорушений. Живая в межах своей компетенции и захода для их усунения. Какая именно здесь? Здесь много. Регулируйте. Регулируйте. Действие контроль за дотриманием правил дорожного руха. Я дотримаю правил дорожного руха. Для зупы нет транспортных засобей. А вот для зупы нет транспортных засобей 35 отлети. А я, который верит на транспортные засоби. Если вы меня остановили без причины, если здесь нет этой причины указанной, то никак. Либо вы мне показываете ориентировку на автомобиль. Либо вы мне показываете ориентировку на автомобиль. Одиннадцатый. Я же вам уже прочитал. Причем это к вам. Ну вы знаете. Закон Украины про национальную полицию. Вы полицейский. Я еще не закон. Так вы можете тоже оскажите мою идею. Оскажите, если я неправильно. Постанова на что? Сейчас я вам скажу. Есть статья 16. Закон Украины про дорожный рух. Водей, обязаный имать документы наступны. По свечению воде, сведом за проектированием транспорта. Да, есть. Есть. Законную вимогу полицейского. Нет, это правила дорожного руха. Я скажу вам про закон Украины про дорожный рух. Так вы не относитесь до дорожного руха. Вы относитесь до закону про национальную полицию. Видите, как книжечка? Правила дорожного руха базуются на законе Украины про дорожный рух. Если вы не знали. А правила дорожного руха не относится. Я вам расскажу. Вы обязаны предъявить документы. Предъявляю. Да, здесь у меня их нету. У меня документы есть. Ну еще вы навинкнули аварийную сигнализацию. У вас запомнил полицейский транспорт назад. У вас тоже не работают аварийки сейчас. До сих пор не работают. До сих пор не включили. Я вам сделал замечание. Пусть включат аварийки. Можете скаржетесь на линию. И фары выключил. Вообще классно. О, уже включил аварийки. Можете скаржетесь на линию. Тоже можете скаржетесь моим батькам. Окей? Пойдет так? Мы зараз будем на вас платить на постановку. На что? Ребят, вы сейчас... Съедом пункта 24 предъявить документы и пункта 2. Не, мы не досмотрели 35-й статью. Съедом пункта, я вас помню еще раз. Вы сейчас деньги хотите заработать? Я просто не понимаю приколу остановить машины просто так. Причем нужно? Не, я просто вижу, что вы выехали на кормушку и зарабатывать деньги. Съедом пункта 24, 2 УДН. Съедом пункта 24, 2 УДН. Не, я скажу. 24, 2 УДН, право дорожного урока, 24. Водей, зобовьязан, предъявить документы, которые указаны в пункте 2.1. В пункте 2.1, водей перед початком руху, зобовьязан мати наступные документы. Посвящен водея, сведоство про регистрацию на транспортной заседе, поле собразкового страхования. Есть. Но предъявляйте. Что именно? И по какой причине? Пункт 2.4, 2, зобовьязан предъявить документы. Уси, який я назвал вам. Посвящен водея. Пункт 2.4, 2.1. 2.4, право дорожного урока. 16. Подожди, не так быстро. Статья Закона Украины про дорожного урока. Потому что право дорожного урока, это підзаконная. Статья Закона Украины про дорожного урока. Подожди, не так быстро. Статья Закона Украины про дорожного урока. Сейчас это не имеется разница, какую букву я написал название своей страны. Я знаю, дожарю. А, вы российскую пущу. Так, в общем, она знает она ведь российскую. Я к вам резинтельно, какие мови я спелкуюсь и пущу. Я сходу до села, я тупой. Все, вам так проще будет, если я вам скажу. Я знаю, что вы с собой угрожаете. Ну, мне так проще с вами общаться просто. Как скажете? Так, дорожний рух. Обовязки водяя транспортного засоба. 16 статья, правда? Она открыла? Да. Водей мое право. Так. Водей обязан. Мати при собі на вимогу поліцейскую, а водіїв військових транспортних засобів на вимогу позадових осіб в військовой инспекции бетфеки дорожного руха. Что это всю статью? Ну, поперлотай. Там много чего читать, которое не по теме. Водей мое право. Ну, вот. Водей зобовязан. Верно ж? Я сдавал честно. Ну, так пункт 2.4, вы пометаете? Право угрожеров. Пункт 2.4, я не помню по пунктам. Ну, так... Я знаю, что я езжу, у меня безаварийный этот... Стар. Ну, вы открете, будь ласка, вам 24 правила дорожного руха, я что вам не знаю, что я вам назвал. Ну, че, че я вам назвал. 2.4. А, 2.4. ПДД Украина. Так. На вымогу противника милиции. Вы милиция? Нет. Вы что, старые правила дорожного руха открываете? Сейчас открою новый. Сейчас есть новый. Ну, еще до 15-го руха. Ну, актуальние какие-то. Окей. Ну, и что он тут милиции, если у нас уже полиция? Ну, то, что он нашел в интернете, то и есть. В самом скале открытия. Ну, добре. Может и милиция на полиции. Окей. Предъявите для проверки документ значений в пункте 2.1. 2.1. Что же вы мне сразу не показали? Я же вам сказал. В 2.4. 2.1. Что это нам врагать? В 2.1. Забовязывание просто. Там написано, что водяй забовязанный мата наступный документ. Пункт 2.1. Есть. Смежник и теорий. Так. Повинный представитель мата. Я маю. Позвищенный водяй. В 2.4. Написано, что вы забовязывание мне предъявите. Позвищенный водяй. Предъявляйте. Я вам хочу нагадать, что есть ответы на данный предъяву. Позвищенный водяй. Позвищенный водяй. Я знаю, что это такое. 510 гривен штраф. У меня может не учить. Позвищенный водяй. Позвищенный водяй. Позвищенный водяй. Я просто не могу. Так. Вы хотите сейчас увидеть мое свидетельство про реестрацию или мое водяйское посвящение? Документы, которые действуют в соответствующем законодательстве в статье 2016. Вы мне не сказали, на каком законодательстве базируется моя запись. Вы мне до соперника сказали. Мне просто сказали проверить документы. Такого нет в причинах. У меня все на видеорегистраторе записано. Пожалуйста, не надо меня тут. Слушай, я же говорю. Все записывайте. Ну, ничего вы боялись. Давайте сначала что-то проверим. А потом я... Какие документы вы мне? Посвящение. Посвящение? А где записано? А где записано? А где записано? А где записано? Я до вас вертаюсь зараз. Подожди, пожалуйста. А, доброе. Вы знаете, что такое вернение? Не, я вам предъявлю. Я что скажу. Будете вертаетесь до данного громадянина? Я вернусь до него. Васящий Леонид Александрович. А номер ждона, пожалуйста, который у вас не видно? 0164 367. 0164 367. 0164 367. Верно, добре. Угу. Пожалуйста. А можно, пожалуйста, все данные особые, яка... Нет. Вы сможете вернуться до него? Он до вас не вертается. Окей. А можно до него зараз вернуться? А вы знаете, как правильно вернуться с хитом закона Украины? Я хочу бывать. Я в письменном виде к никому обращаться не буду. Я сейчас. Он ко мне обратился. Он обязан мне было предъявить изначально документы. Я сейчас... Ну я предъявлю. Будь ласка, открывайте закон Украины про национальную полицию. Статья 18. Пункт 3. Зараз. Дайте пункт. Статья 18. Давайте за мной, а потом с данным громадянам вам добрый? Тватьте, старый 18 пункт 3. По основе заболонески полицейского. Это при чем сейчас тут? Статья 18 пункт 3. А я, по-моему, там что открыл сейчас? Статья 18 пункт 3. Не знаю. Полицейские дов обязаны. Неохранно держать положение государства Украины, законов Украины и других народов. Это подпункт, а это пункты. Видите? Вы измерили пункт третий. Пункт третий. Звертайтесь до особи, або в разе, звертаясь до особи ключевой, он ко мне обратился, або в разе звернения особи до полицейского, полицейские обязаны назвать свое прозвище, посаду, специальные звонят, а предъявить... Он мне не предъявил документы. Не-не-не, а документ не обязаны. Только дальше. Дочитай. Особи до полицейского, полицейские обязаны назвать свое прозвище, посаду, специальные звонят, а предъявить на ее вимогу службовое посвящение. Видите? Предъявить на ее... Моя вимога. Я требую. Коли вы будете с ним звертаться. Он до меня звернулся и не предъявил. Нет, предъявили, только когда вы до него говорите, предъявите, пожалуйста. Я ему это сказал. Он нашел куда-то. Будь ласка, вы сейчас со мной спілкуетесь. Мы с вами уже дошли в концентр, потом с ним поспілкуетесь. И про то, что тут снимать, здесь нету. Я имею право снять ваше удостоверение так, чтобы вы знали на будущее. Не-не, вы не имеете право. На каком? Зачитать персональных данных? Или что? Вы что, сейчас смеетесь? Не, я не смеюсь. Я... Это совсем не относится к этому. Здесь не написано. Запада есть, там с ним все разрешено. А при чем, ваше имя в Америке к персональным данным? И, девица, вы имеете право снимать призвища, посаду, то специально звонят. Там ваших данных, где вы живете, нету. Не, там есть имя по-батькови. Ну, а что здесь не так? А фотокарту имя и по-батькови, это уже я персональный данный. Ничего подобного. Не, ну давай. Проверяйте, берите планшетик, у меня тоже с вами. Ага, во сне. Кто владелец? Не, я не люблю, когда меня остановлюсь без причины. Причины вы мне так и не назвали. Вы меня начали путать по законам, и я считаю, это абсолютно неправо. Ну, я обращусь к своему юристу, и мы напишем на вас жалобу определённую. Если там было всё правильно, вам ничего не будет. Если вы что-то нарушили, то это к юристу. На каком основании? Я включил и работает. Подождите, вы ос... Класс. Подождите, а мы дело рассматривали? Мы дело рассматривали? Мы дело рассматривали, я вас просил. Мы дело рассматривали, я вас просил. Я беру копию постановы, но мы дело не рассматривали, вы это признаёте? Я вас просил, мы дело не рассматривали. Мы не разглядались справа. Капец, классно парни, работайте! Как вас нахрен не повоняли ещё?